Всем огромный привет! Меня зовут Светлана, и я рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. Если вы здесь впервые, обязательно подпишитесь, поставьте лайк этому видео, потому что сегодня мы с вами отправляемся в магазин Second Hand, но не в обычный магазин Second Hand, где вещи продаются на вес. Поговариваю, что в этом Second Hand можно найти крутые, классные, качественные бренды. Оставайтесь, будет интересно. Я тут впервые, мне адресок сдали, да. Я уже здесь разговаривалась, и мне рассказали об этом магазине. Посмотрим, какие там цены. Тоже будет интересно. То есть, как я поняла концепцию, там не каждая вещь в стоимость. Вещи написаны, нет, тоже есть на вес, но качество другое, больше люкса. Посмотрим, правда ли это. И, кстати, я в пижаме. Такая у меня темно-синяя пижама. Не знаю, плохо ли видно или хорошо. Я ее купила вместе в своем магазине Second Hand. Я ее долго примеряла. Помню, было очень и очень жарко еще дома. Кто не знал, то я нахожусь в Польше, в городе Кошелин. И так как мы предполагали, что при всего лишь на три месяца, я взяла только эту пижаму еще теплую, потому что думала, так, осенью очень быстро наступит, знаете, такие заморозки уже начнут, и будет холодно. Как тут с отоплением, я не знала. Поэтому одна теплая, а одна вот эта темно-синяя. Очень классная. Какой-то бренд я здесь тоже напишу и также сделаю для вас вставочку. Еще, дорогие мои зрители, скоро выйдет видео. Вопрос-ответ. Задавайте мне свои вопросы для видео. У меня уже накопилось несколько. То есть, почему я в Польше, моя адаптация и вся моя жизнь здесь, по какой причине мы здесь, насколько мы здесь, я и так расскажу. Если есть какие-то вопросы другие, личного характера или о канале, я с удовольствием отвечу. Пишите в комментариях. Итак, мы с вами уже на месте. Здесь очень плохое освещение. Такое здание, которое больше напоминает офисное здание. На два этажа с эскалатором мы с вами посмотрим. Все дело в том, что каждый рейл имеет свою разную цену. Вот, например, такой пиджак из Кашемира, пиджак-пальто, винтажные кожаные куртки, поло от Лакост. Это оригинальное поло. Много разных ноу-нейм брендов. Возможно, я просто о них не знаю, но интересные модели есть. И качество состояния вещей отличается от тех, что мы с вами видели. Ну, вернее, я видела здесь. Хочу показать вам сразу примерку куртки. Она мне так понравилась. Такая красивая, бежевая, с мехом. Я очень люблю, когда есть пояс на талии. И сочетание самое главное – это моего лилового костюма, в котором я пришла. Знаете, сразу пижаму переодела в удобный костюм. И такой лиловый хорошо работает с бежевым. Сюда коричневая сумка, как цент. Это моя бананка, любовь. Я себе выбрала кое-что из верхней одежды. Позже вам покажу. Проблема еще в том, что так как каждый реал имеет свою стоимость, за него нужно платить. То есть, если ты выбрал вещь в этом, как вам правильно сказать, проход, тебе понравилась какая-то вещь, ты ее хочешь купить, покупаешь. И только после покупки ты можешь идти в другой зал, смотреть кое-что другое или вообще другую одежду пересматривать. С этой одеждой идти дальше нельзя. Как по мне, это достаточно непрактично и неудобно. Цена первого рейла за один килограмм составила 95 злотых. Следующий зал и цена за килограмм уже 80 злотых, что я здесь нашла. Посмотрите на эту находку. Как долго я ждала встречи с этим биджаком. Это эскада от Маргарет Лэй. Я часто встречала на просторах Инстаграм, в винтажных бутиках конкретно эти жакеты и биджаки, потому что, наверное, скорее всего, это жакет. Я прошу прощения, надеюсь, не задела ничьи чувства. Так вот, здесь он был в ужасном состоянии. Но я была настолько рада встрече с ним, что не могла его не взять в примерочную. Сейчас мы посмотрим, как он выглядит и из чего он. Просто на ощупь не передать словами, дорогие мои зрители, это шерсть и кашемир. Пожеванная моль. Пожеванная моль. Короче, я скушала немножко красивого этого жакета моль. И освещение не дает вам передать всю красоту. Повторюсь, это какое-то офисное такое поле помещения с искусственным освещением, без света дневного. Поэтому так выглядит. Все это будто, знаете, какой-то синий, серо-синий, какая-то будто пыль. Но на самом деле цвет шикарный, темно-синий. Это не мой размер. Ну и в принципе я бы такое не купила. Есть пояс. Удобно. Я такое люблю. Не хватает пуговиц. Кто-то спер, скорее всего. Или уже от времени. Еще вот видите, из фурнитуры осталось несколько пуговиц. Они очень тяжелые. Все слога. Качество невероятное. Действительно, из такой вещи, так как дефекты есть на рукаве, то можно, кстати, на одном рукаве, можно сделать жилет или придумать, как-то перешить его. То есть можно его сделать под себя, и это будет стоить недорого. Такие жакеты перепродают от 150 долларов. Позже я прогуглила. Это не жакет, это пальто. Просто красивенное, темно-синего цвета. Я нашла похожую. Это винтажная модель из 90-х. Я в шоке. И думаю, блин, надо было взять. Просто я не знаю, как здесь перешить. И сомневаюсь, когда буду дома, что займусь этим вопросом. Там же я нашла вот такой пиджак-пальто в клетку. Там не указан был ни бренд, ни размер, только шерсть. Но он оказался с дефектом. Хотя его фурнитура черная матовая просто свела меня с ума. Я уже придумала, с чем я буду его сочетать. Но, к сожалению, мне пришлось его оставить. Мы с вами переходим в зал номер 3. И он самый дорогой. Здесь есть вот такая футболка от Фила. Винтажный свитер, лакост, ярко-красного цвета. Возьмем его в примерочную. Цена за килограмм 98 злотых. Тут есть только день завоза, и он во вторник. Но есть одно «но». Не каждый вторник. Там мы или через неделю, или через две недели. Я, честно вам признаюсь, не сильно поняла. Но давайте приступим к примерке. Я нашла несколько вещей, которые хотела бы вам показать. И что по цвету они как-то более-менее смотрелись. У меня пакет из супермаркета. В нем покупка из первого магазина. Хочу сразу показать, что есть, как всегда, свет. Его можно включить, выключить. В зависимости от нужного вам освещения. И, кстати, здесь очень и очень грязно. Вы только посмотрите за такую стоимость. Я часто осуждаю магазины Second Hands в Украине. За то, что в них есть пыль. Но где была пыль, когда вот такая грязь? Ну ладно, давайте приступим к примерке. И находки в моем третьем зале. Я нашла вот такие темно-синие брюки. Они как прессированные идут. Совершенно новые. Бренд Things I Like, Things I Love. Это скандинавский очень известный бренд. У них красивый инстаграм. Переходите. Вот я вам подсказочку здесь оставляю. Достойные вещи. И показывают нам скандинавский стиль. Кстати, цена у них на брюки и юбки от 40 евро. Мне они как-то не подошли, не сели. Подчеркивают все недостатки фигуры. Возможно, это просто не мой размер. Это какой-то SM, может мне L. Или же как-то я неправильно их сочетаю в образе. И кажутся они достаточно странными. Но сейчас, когда я монтирую видео, я понимаю, что могла бы их использовать и носить. В кадре они выглядят не очень, в жизни намного лучше. Но взяла я их именно для того, чтобы показать в тандеме с великолепным свитером, который вы уже видели. Это лакост. Состояние просто идеальное. Это 100% хлопок. Мне понравилось лого зеленого цвета. Такое классическое лого. Мне кажется, это винтажная модель. Напишите, что вы думаете. Мне нравятся объемные свитера. Они сейчас очень актуальны. К сожалению, в масс-маркете я ничего подобного не видела. Сидит плохо. Состав не очень. Не знаю. Например, в H&M мне ничего не понравилось. Особенно по длине и по правильному объему. Этот свитер просто идеальный. Красивый красный оттенок. Я красный полюбила. Это и осенью, когда делала для вас видео. Вот, пересмотрите, пожалуйста. В магазине Second Hand я нашла свитер в последний день из кашемира. В мужском отделе тоже красного цвета. Он даже похож немного на этот. Но все же это лакост. Просто представьте, какой классный. Классный, выглядит нереально. Я представляю, какие фотографии я сделаю. И вот моя покупка с того самого пакета из супермаркета. Это стеганая жилетка с активными металлическими пуговицами. Она была абсолютно новая. Повторюсь, я ее купила в первом отделе. И она достаточно крутая от бренда Walbusch. Это немецкий бренд. Цена на сайте 120 евро. Тоже новая. Здесь, кстати, практически все вещи были. Новая с цианиками. Это моя покупочка. Еще в спортивных товарах я нашла вот такую кофту. Кстати, я не знаю, в спортивном. Но она трикотажная. Здесь в составе хлопок и полиэстер. Бренд Атлетик. Буква А нашита как логотип. Интересный очень, кстати, дизайн. Вообще от лилового я просто без ума в этом году. Мне понравилось сочетание серого и лилового. Хочу примерить со своими брюками. Она тоже просто в идеальном состоянии. Такая спортивная классика. Можно с джинсами и с брюками. Одно единственное, что я не могу дать определение этому элементу одежды. Я знаю, вы мне поможете и напишите. Но выглядит не очень, потому что брюки не структурированы. Они достаточно тонкие. От этого костюма у меня такой он летний для полетов и прогулок. Так, если были бы джинсы или плотные брюки, было бы лучше. А еще на мне розовый топ. Я вам скажу сочетание розового, лилового и серого. Прям очень красивые. Очень по-летнему. Так сочно. Не знаю, будет ли актуально это осенью. Или мы все будем в бежевом. Вообще, как вы скажете, будут яркие оттенки модные еще осенью. Или же мы все перейдем в монохром. Я купила жилетку, то есть стеганую. И свитер от Лакост. Скоро буду радовать вас своими новыми образами. А на этом я с вами прощаюсь. Говорю вам огромное спасибо за ваш просмотр. И до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok